Активизацию работы по снижению уровня безработицы и комплекс мер по стимулированию работодателей для своевременной выплаты заработной платы сотрудникам предприятий обсудил губернатор Евгений Куйвашев с участниками координационного совещания по обеспечению правопорядков Свердловской области. Лидер региона подчеркнул, что защита трудовых прав граждан – одна из основных задач государства. В Свердловской области ситуация на рынке труда, прогнозируемая, находится на постоянном контроле исполнительных органов власти. В то же время есть ряд проблем, требующих принятия дополнительных решений. Прежде всего, это недостаточно эффективный контроль за соблюдением трудового законодательства. Несмотря на имеющиеся нарушения, органы государственной власти не всегда принимают оперативные и адекватные меры по реализации имеющихся полномочий и привлечению к ответственности работодателей и должностных лиц. По словам губернатора, ежегодно в следственные органы поступают свыше 200 сообщений о нарушениях трудовых и социальных прав граждан. В части – невыплаты заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат. В то же время процессуальное решение о возбуждении уголовного дела принимается только по каждому десятому сообщению. Как пояснил руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Валерий Задорин, введению более эффективной работы мешает отсутствие надлежащего оформления трудовых отношений на предприятиях. Из-за этого порой невозможно привлечь руководство к ответственности за задержки выплат зарплаты. Считаю, что только совместные согласованные действия органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих органов помогут усилить контроль за нарушениями трудового законодательства, добиться обеспечения прав граждан на труд. Кроме того, сегодня недостаточно просто пассивно сдерживать безработицу, необходимы дополнительные меры по стимулированию, в том числе и временной занятости. Евгений Куевышев поручил активизировать работу органов службы занятости по привлечению к общественным работам длительно безработных граждан для сохранения их трудовой мотивации и поддержки доходов. Также важно для профилактики преступности в летний период привлекать к временным работам несовершеннолетних. Как отметил директор Департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов, сегодня в регионе ведется многоплановая работа по снижению уровня безработицы и формальной занятости. Реализация мероприятий в рамках программы «Содействие занятости» позволила в 2015 году трудоустроить почти 100 тысяч человек, в том числе более 2,5 тысяч граждан, относящихся к категории инвалидов. Профессиональное обучение и дополнительное профобразование получили 6 632 человека. Различными формами профориентационной работы органами служб занятости охвачено более 80 тысяч граждан. Губернатор также обсудил с участниками заседания профилактику административных нарушений. Какие именно административные правонарушения зачастую формируют негативный информационный фон, влияют на качество жизни людей и их безопасность. Так, по итогам работы за 2015 год сотрудниками полиции выявлено 334 196 административных правонарушений. Это почти на 5% больше, чем в 2013 году. В результате деятельности административных органов всех уровней в 2015 году в бюджет Свердловской области поступило более 2 миллиардов рублей. В местные бюджеты 528 миллионов. В органах местного самоуправления работают 82 административные комиссии. Но далеко не во всех муниципалитетах они в полном объеме используют переданное им государственное полномочие. Считаю целесообразным рекомендовать органам местного самоуправления во взаимодействии с департаментами по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области организовать обучение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также провести профессиональный тренинг по вопросам применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и закона Свердловской области об административных правонарушениях на территории Свердловской области. Кроме того, для повышения информированности населения на официальных сайтах муниципальных образований необходимо разместить соответствующую информацию, где находятся комиссии, чем занимаются и как с ними связаться. В Артемовском городском округе также действует комиссия по административным правонарушениям. Однако жители убеждены, что свои полномочия этот орган реализует не в полной мере. Есть надежда, что слова губернатора будут услышаны в нашем муниципалитете, и активность комиссий будет серьезно увеличена. В вопросах нарушения трудового законодательства необходимо помнить, что кроме региональных контролирующих органов всегда можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Свердловской области. О принципах работы, которые мы рассказывали в наших отдельных сюжетах. При необходимости их можно посмотреть на сайте нашей телерадиокомпании по адресу www.altexmedia.ru.